Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас среда, 27 декабря 2023 года. Именно сегодня, 27 декабря, начал курсировать поезд Вильнюс-Рига. Вот здесь сразу же я поставлю отрывочек, как я заснял этот момент проезда поезда из Вильнюса в Ригу мимо нашего дома. Вон как солнышко на березке светит. Красиво. И яблочки, видите? Еще яблочки. Так, все, гудок. Вот он он. Как раз по времени идет. Ну, давайте посмотрим, что за поезд. Из Вильнюса, повторяю, в Ригу. Вот он он, друзья. По расписанию. Вот как раз поймали мы его. Вильнюс-Рига, друзья. 10.06. Прибытие в Вилгаву. Посмотрели? Вот. Продолжаем дальше. Новости именно об этом событии. Дочерняя компания литовского государственного железнодорожного концерна Лиетовас Геледжин Келлиай. Ну, тут это литовская компания. По пассажирским перевозкам ЛТГ Линк. Сегодня начинает железнодорожное... Ну, уже начало, да. Вы же посмотрели уже отрывок, конечно. Сообщение между Вильнюсом и Ригой. Это сообщили агентству Лето представители Лиетовас Геледжин Келлиай. Пояс ЛТГ Линк будет отправляться из Вильнюса утром. Пожалуйста, послушайте внимание расписанию. Кому-то будет это интересно. Мы лично, да, съездим. Выберем какое-то время. Также съездим, друзья, туда и обратно. Все увидите, друзья, со временем. Ну, конечно же, да. Вам на здоровье, друзья. Как вам, так и нам. Дальше. А из Риги... Это было из Вильнюса. А из Риги во второй половине дня будет ехать в Вильнюс. Поездка между двумя столицами займет 4 часа и 15 минут. Что аналогично поездке на автомобиле. Ну, спорить не могу. Может быть, кто-то больше, кто-то меньше. Пишите комментарии. Кто на машине, на автомобиле, на своей машине ездил. Ну, обычно, конечно, на своей машине. Ну, если брать скорость 90... Ну, пускай даже 95 километров в час. Вот считайте. Да, сколько у вас уходило времени? Поезд отбывает из Вильнюса. Внимание. Из Вильнюса отбывает. В 6 часов 30 минут утра. Далее. Из Кайщадориса 7 часов 14 минут. Из Шауляя 8 часов 51 минута. Это утра. И из Йонишкиса. Вот Йонишкис у нас ближайший городишко. Да. Совсем рядышком. В 9.30 утра из Йонишкиса. А в Елгаву поезд прибывает в 10 часов 06 минут. Вот как раз я поймал. Вот мы с Семочкой, собачкой нашей пошли, говорю, сейчас по времени. Ну, я посмотрел новость вчера. И знаю, что сегодня он уже пойдет. Да. А на Рижский центральный вокзал, он прибывает в 10 часов 43 минут. Как он Семочка с улицы меня зовет. Ну, жулик. Он его игрушка. Сейчас, друзья, продолжим. Не переключайтесь. Так вот, друзья. Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться. Из Риги теперь уже. Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно. Подчеркиваю. Каждый день. 15.28. Из Риги. 15 часов 28 минут. И из Елгавы. Это вот все его остановки я называю. Больше никаких остановок нигде. На малых остановках, повторяю, он нигде не останавливается. Из Риги. 15.28. Из Елгавы. В 16.08. Вот когда из Риги едет. В 16.08 отправляется уже. Отправление это не прибытие. Из Шауляя. В 17.21. В Вильнюс. Пребывает он. В 19.51. В Вильнюс. На первом поезде сегодня, сегодня в Ригу, вот уже приехал премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита и министр транспорта Мариус Скодис. В Риге в 10.43 гостей встретят премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкинс. Но этих новостей пока еще не было, друзья. Потому что еще утро. Да, еще только утро. 11 часов 35 минут. Ну, я говорю, что тут скрывать, друзья, никаких. Я прямой человек. Мы прямые люди, друзья. Тут нечего скрывать. Зачем? Если есть, что есть, то есть. Я говорю. Как есть, друзья. Вот и все. И никаких махинаций здесь не должно быть. Все. На прямоту. Вот. Эвика Силиня и министр сообщения наших Каспар Бришкин. После этого состоится рабочий обед глав правительств двух стран. Ну, такое событие. Конечно, надо же отметить. Булькнуть. Закусить. За ваше здоровье. Ого. За горло наше. Давайте, друзья. Студент. Югавский. Да, 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 да. Конечно же, друзья. Ой. Стандартная цена. Вот теперь давайте про цену поговорим. Стандартная цена билета составляет 24 евро. Но. Но, друзья. Сразу же подчеркиваю. Пока цен мы не знаем. И нигде этого не видно. Но это надо съездить и узнать, сколько непосредственно с Югавы до Риги на этом же дизельном поезде, друзья. Здесь только стандартная цена 24 евро. Это непосредственно от одной точки до другой точки. Все. Вот. С Вильнюса до Риги или с Риги до Вильнюса 24 евро. Но, чтобы то, что знаем. Дети до 6 лет едут бесплатно. Если не занимают отдельного места в поезде. А дети в возрасте от 6 до 16 лет получают 30% скидку. И еще самое главное. Запомните. А то я с кем-то там, ну, можем сказать, что спорил. Но спорил, ну как спорил. Он говорит, что не может быть, что будет больше места. А я говорю, нет. Вот смотрите, сколько точно мест. В поезде будет всего 142 места. 142 места, повторяю. Вот вы видели? Вот в этом отрывке. Какой маленький, коротенький. Ну, откуда может быть там 300-500? Да нет, конечно. И самое главное. Четыре стойки для велосипедов. Нормально? Вам хватит? Четыре стойки для велосипедов. Ну, вот. Кто хочет на велосипеде. Берите с собой четыре велосипеда. И всего. Компания или как. Все равно, друзья, новая, я считаю, хорошая. Ну, какая радость. Ну, единственное, конечно же, друзья, вот у кого нет. А у многих, ой, как у большого процента машин-то нет. Ни прав, ни машин. Автомобили своих, я имею в виду. А как хотелось его посетить там, сям. Но здесь нюансы, конечно, еще есть. И большие нюансы. Вот вы приедете утром. Если вы приедете утром. Надо же успеть вам туда, сюда. Но я считаю направление от нас. Вот. Непосредственно из Елгавы. Ну, ладно, из Риги. Из Латвии. А как там, где, что там, чего там. Ну, это значит, надо где-то. Или гостиницу. Либо по магазинам. По магазинам. Ну, это уже, конечно, это ваше дело. Или наше дело. Это без разницы, друзья. Но все равно событие хорошее, я считаю. Больше. А тут такая тишина была. Ну, как добраться туда? Хотелось бы съездить. Ну, цены, цены, надо уточнять еще, друзья. Я как-нибудь отдельно тоже сделаю. Мы с Натальей поездим, съездим на вокзал непосредственно. И узнаем цены там. Ну, все, очередей не будет. Ну, ничего страшного в очереди. Там таких сейчас очередей нет, как раньше. Стояли. Господи, как долго стояли. Кассам. Там их несколько. Да, в железнодорожном вокзале у нас здесь в Елгаве. Вспомните. Народа-то нет. Нет народа, друзья. Все. Это по теме. Конечно же. Про билеты. Вот мы и узнаем цены на билеты. И скажем, сколько непосредственно с Елгавы до Дильнюса. Ну, постараемся до Йонишки. Ну, скорее всего, больше всего будет интересовать меня. Шауляй. Да, да, да. Шауляй. Во, во, во. Шауляй мы даже, господи, друзья, мы даже на мотоцикле с коляской ездили. Ой, это были девяностые, да, восемьдесят девятые. Да, восемьдесят девятые, девяностые, 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 вот эти вот. У нас дети еще маленькие были. Ездили. Йонишкис-то это сто процентов. Мы тут, я не знаю, как. Мы чаще в Йонишкис ездили, чем в Ригу. И больше знаем Йонишкис, наверное, раньше знали, друзья, да. Ну вот, узнаем, узнаем, ценники. И под конец хочу рассказать вам про погоду. Очень интересная погода будет, друзья. Ну, наша, прибалтийская. Темочка, подожди. Много осадков, сразу предупреждаю, много осадков. Синоптики дали прогноз на последние дни года. А тут осталось сегодня двадцать седьмое, четыре дня. Все. Последние дни года в Латвии ожидается оттепель и большое количество осадков. Прогнозируют синоптики. Это как пишет ЛСМ, в ночь на четверг, вот его уже вот сегодня, на завтра, в ночь на четверг, по всей стране, кроме побережья, еще сохранится небольшой мороз. А в течение дня с запада придет обширная зона осадков со снегом, переходящим в дождь. Вот сейчас точечку поставлю. Мы вчера ездили с Натальей, показывали вот разлив реки Светы. Он и здесь у нас уже подходит к дороге. Но вот посмотрите. Не зря там даже заголовок, что поток. Ну, естественно, конечно, друзья, вы понимаете, да? Не дай бог, конечно. Но чтоб люди на ус наматывали. Не зря я там на видео говорил, что лучше нежелательно, конечно, так строить. Как люди рискуют, когда строят рядом с реками? Рядом, прям рядышком, прям на берегу. Куда это? Я не знаю, друзья. Но это ваше дело, конечно. Рискуйте, это ваше дело. Так дальше. В Латгалии и Ивидзиме возможен также ледяной дождь. Все, что хочешь, друзья. Посмотрите, какие погодные условия. Четверг вечером, завтра. То есть условия движения на востоке страны будут особенно тяжелыми из-за гололеда. Вот я и предупреждаю всех. Бойтесь гололеда. Вчера мы, повторяю, ходили. Дорога особенно, где дорога-то не асфальт. И на асфальте тоже. Ну там хоть кое-как, но все равно же поливает там или посыпает этой солью. Но все равно как бы. Ну а на грунтовке это гиблое дело, друзья. Можете так вылететь. Пятница будет, уже пятница будет. Дожди прям в последние дни. Пятница нового года, то есть старого этого года. Пятница будет дождливой и ветреной. Температура воздуха повысится до плюс двух, плюс семи градусов. Снег начнет быстро таять. Вот почему и про наводнение предупреждаю. И во многих районах однородный снежный покров растает полностью. Можете сказать мгновенно. Ну плюс семь. А если солнышко выглянет, то все. Ишь и пропало. Вода мгновенная. И дожди поднимаются. Да, друзья, вот ездили мы в Либерзе. Я говорю, там такие ручеечки маленькие. Сейчас превратились как будто в полноводные мощные реки огромные. Просто огромные. Шириной по 20, по 30, 40 метров. Ручеек, была я ручеек, был 50 сантиметров. Максимум метр. В канун нового года температура немного понизится. В Видзиме и Латгалии дождь снова сменится снегом. И температура там, скорее всего, будет на несколько градусов ниже нуля. А на остальной территории страны останется чуть выше нуля. Общее количество осадков до 1 января в Курзиме и Видзиме достигнет 20-30 миллиметров, что составляет половину месячной нормы. В других местах осадков чуть меньше. Друзья, это очень огромное количество осадков. Вот почему я предупреждаю про наводнение. Будьте, друзья, готовьтесь. Опять теплицы поплывут или еще что-то. Если кто-то забыл свой дачный инвентарь, смотрите, уплывет все. Не фугаю, предупреждаю, друзья. Из-за оттепели большого количества осадков в реках продолжится, повторяю, продолжится повышение уровня воды. Возможны затопления берегов. Они уже начали. Ну вот я подытожил все. Заканчиваю, друзья. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подпишитесь, пожалуйста. Большая просьба на наш канал. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между родами. Меня очень интересно. Вот вы посмотрели вот этот сюжет небольшой проезда на электричке. Ну, поезд, дизельного поезда литовского из Вильнюса тоже. Напишите комментарий. Как-нибудь, конечно же, поближе. Как я и говорил вам, я хотел съездить. На вокзал. Ну, думаю, ладно, все равно. Я здесь поймал. Поймали ее. Поймал. И все. Да и сами понимаете. Я открытый человек. Не на воде катаемся. Воду-то достать надо. И то кран включить. Насос включается. Ну, не в этом. Да и в этом дело, друзья. Все, заканчиваю. Спасибо всем. До свидания. До следующих видео, друзья. Спасибо.